Спасибо большое, Леонид Семенович. Слово предоставляется Народному артисту России Игорю Михайловичу Кузнецову. Спасибо, Алексей Игоревич. В одном таком настоящем творческом порыве у нас получилось. Неожиданно, конечно, это вся идея Алексея Игоревича Кузькова. Мы встретились с ним в собрании на политическом съезде партии «Единая Россия». И там вот появилась такая замечательная идея. Так что, знаете, все говорят, не ходи на съезд. А мы пошли и добились таких умопомрачительных результатов. Поэтому я счастлив, гордо, для меня большая честь. И надеюсь, что мы оправдаем, оказывая нам высокое доверие. Это действительно у меня второй, нет, даже третий театральный опыт. Два опыта театральных было вместе с Михаилом Михайловичем Казаковым. Один в Бродском спектакле, который назывался «Дуэт для голоса и саксофона». А второй был спектакль, играли «Стринберг блюз». Там поставили Михаил Михайловичем, а играли «Стеклов», «Лобоцкий» и «Юлия Ромберга». Так что, вот третий мой спектакль. Скажу, что в двух других спектаклях мне не давали слова. Сейчас дают в конце, правда, перебивают. Но все-таки я каждый раз боюсь забыть эту фразу, повторяю ее. И получается неплохо. Люди, конечно, просто в шоке от того, что вдруг, играющий саксофонист, вдруг заговорил. Но это, пожалуй, главное еще для меня этого спектакля. Все остальное, как обычно, я играю на саксофоне и делаю так, чтобы спектакль именно по-новому зазвучал в шедеврах Александра Сергеевича Пушкина и Евгения Ненина. Доклад закончен. Спасибо большое, Виктор Михайлович. А слово предоставляется народному артисту России Алексею Геннадьевичу Пуськову. Я хочу поблагодарить в первую очередь Балтийский дом. Я вот еще буквально 45 минут совершенно назад не волновался. Сейчас я просто послушал все, что происходит, куда я приехал, и я понимаю, что мне нужно быстренько идти и готовиться к спектаклю. Потому что так просто здесь все не случится. Благодарить я хочу не за это, а за то, что много-много лет назад, я даже в интернете, вы знаете, я не могу вспомнить, может, меня устроили подскажем. Это 92-й или 93-й год, когда я у вас на фестивале посмотрел спектакль малого театра. И вот так я первый раз познакомился с нынешним моим художественным руководителем. Я имею честь создать театру Ахтанговых и играть в его остановке с ахтанговскими артистами. Она несколько иная, потому что иные условия и сцены, и все ее времени. Но, видите, я вам тоже признателен за вот эту радость, которая случилась в моей чем-то много-много лет. А возвращаясь к тому, что мы вам сегодня не везли, и спасибо вам за ваш выбор. Это действительно, ну, чуть отдельная форма не совсем такого традиционного театра. И когда лет 8 назад мы с Игорем действительно встретились, я очень любил все упражнения Михаила Михайловича Казакова. И сказал, что мы с Игоремом. И я ему сказал, что, знаешь, я ударен Онегина еще с института. Мой мастер знал его внизу, и с Виктором Таджимовым. И мне кажется, что Онегин – это саксантом. Он говорит, а как это? Я не знаю, как это будет. Мне вот кажется. И дальше была годичная пауза. Если не больше, мы... Непонятно было, как к этому приступить. Я уже очень не хотелось сделать солянку из стихов и музыки. А именно хотелось сделать какое-то цельное, единое произведение. И так появился Миша Цитриняк, который сказал, да, мне это интересно, а потом исчез на 2 года. Писал он сонировку. Это правда. И дальше 2 года назад в Санкт-Петербурге, я не знаю, как сказать. В Петербурге, Ленинграде, Питере. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге. Ну, потому что сейчас я снимаю, я снимаюсь в Ленинграде. В того времени как вы работаете. И в Санкт-Петербурге мы сыграли премьер 2 года назад. И я необыкновенно признателен публике города, потому что это отдельная публика, особая публика. И если кто-нибудь туда посмотрит этот спектакль, есть определенная зона работы, зала с нами. Не мы с залом, а с залом. И это единственный город, где я предлагаю, как артист, продолжить строчки Пушкина, и зал их продолжает. Поэтому я очень признателен публике, который сегодня придет. Ну и все еще раз, я же хочу задать вопрос, как записаться на эту трансляцию, я хочу все посмотреть. Один из лучших, конечно, моих любимых спектаклей, его квадрат, но он вряд ли записан. Записан? Записан. Ай, покажите квадрат. Покажите квадрат. Мы разберемся сами. Да. За мной, пожалуйста, разберите. Это действительно удивительное явление. Пишется здесь о феномене Литовского театра. Но это, пожалуй, не Литовского театра, это, собственно, Горового театра. Я его спектакль, естественно, видел все. И многие, в общем, знают и звезды, и то, что вы это делаете акцию, это просто потрясающе. Просто потрясающе. И, извините, онлайн, я думаю, что он будет возможность посмотреть не только специальные люди, потому что театр, чем дальше, тем больше люди, все равно уходят в некое такое специальное ореоло питания. Конечно, разное, но вот это уже все, и особенно с приходом пандемии, она уже никуда не уйдет. И цены на билеты, которые не уменьшаются, вы понимаете, что демократизация театра, она уже превращается в некое такое аристократическое непонятное действие. Я не знаю, ничего добавить, два слова вам вот так, да, вы сейчас послушали прекрасно. Спасибо. Вы знаете, в одном театре Москвы только не работают один и театр, это Константин Акачевракин, сатейик. Он, например, обожает, потому что он за 15 минут до начала спектакля сам объявляет, что, дорогие зрители, мы там бесконечно вас рады видеть, что вы пришли, и спасибо вам. Пожалуйста, отключите ваши ноги, и дети в вашем режиме, потому что это будет мешать вам, это будет мешать нам. Ну, как бы стандартное явление, но без 15.7. Потом без 5.7 он опять появляется и говорит, это опять я. Вы знаете, я обращался действительно к тем зрителям, которые часто ходят к нам в театре, и они знают, что это невероятно мешает, а артистам, да главное мешаетесь принимать спектакль, потому что бывает пауза и так далее. Пожалуйста, в 7 часов 5 минут опять он быстро появляется и говорит, что сейчас мы начнем спектакль, это опять я. Но к нам ходит, вы знаете, не только публика, которая часто ходит, но случайно идут. Вот, пожалуйста, посмотрите, есть вопрос случайно. Так аккуратненько им на комнате, что это мешает нам, мешает вам. И вроде бы уже должен начаться спектакль, и в 7.07 он еще раз говорит. Вот я вам скажу так, что... И я секунду, мы уже начинаем все, при звонках, к нам ходят не только случайно, к нам ходят и дураки. И тут я часто вижу, как люди 7-8, примерно, подымал этот телефон, и выключил. Но это единственный театр в Москве, где они работают, поезжают, и телефонуют звонки. Возвращаясь к Пушкину, я вам скажу так, что я действительно ударен этим поэтом. И этим произведением... Не надо забираться в какие-то экскурсы, я думаю, у каждого Пушкина, в общем, свой. Но то, что нам всем в пятом классе говорят, что это наше все, и вот Пушкин все. А отчего как бы он все? И дальше продолжают, что народный поэт, ну и потому что ведь он слушал сказки о Народионном или что-то. И только пробиваясь туда вот внутрь, я абсолютно точно могу вам сказать, что есть имидописьмо Татьяна, я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать, который все девочки, ну, по крайней мере, те, которые мечтают стать актрисами, а у Чехова написано, что все русские девушки мечтают стать актрисами, но после первого заморозства это желание резко проходит. И я как педагог могу сказать, что как ступают и просят прочесть Пушкина, то если она читает первый монолог Татьяны, то это ревническая героиня, в банки не ходить, просто ее туда прядом направляют. Если она читает довольно встаньте последний монолог Татьяны, то это драматический героиня. Это вот просто, вот неважно как, но это некое внутреннее состояние, в общем, будущего потенциального художника. И письмо Татьяны, Пушкин, есть уроки. Еще предвижу задумение. Родной земли, спасая честь, ее должен буду без сомнений письмо Татьяны перевесить. Она по-русски плохо знала. Журналов наших не читала и выражала сестру удобно языке своего родного. Так писала по-французски. К чему я веду? Если мы возьмем Толстого, «Войну и мир», в 1563 году он закончил, то начинается описание с 1805 года салона Анны Павла Шерова. И как вы помните, вот так вот ведет текст весь на французском языке, а читаем там Исновский, который сам Толстой перевел. 25 страниц. Так вот, дворянство назначениях «Хранить народу честь и просвещение» и говорили они все на французском языке. И второй великий писатель русский, которого получилось случиться на Западе, Данабоков, он сделал эксперимент. Он взял, написал письмо Татьяны по-французски. «Живу в Закрии», бру-бру-бру-бру, все по-французски. А потом сделал подстрочный перевод. То есть есть Шекспир, есть постерап, да? Есть подстрочный перевод. Тубе, но Тубе это совсем не так звучит, как мы привыкли. Так вот, письмо Татьяны звучало так, если у него пушкало. «Я пишу вам и этим все сказано. Доля моя несчастна. Но если вам хоть немного жаль меня, вы меня не оставите». Вот так оно звучало. Вот в этом есть гений действительно Александра Сергеевича, что тот язык, ну язык, не уличный язык, а язык, на котором мы стараемся говорить, и тот подаренный язык, он действительно подарил его нам. Ну вот так, приятного просмотра. Приходите.